Здравствуйте, ну сегодня хочу рассказать по поводу интересного дела, которое рассмотрел Верховный суд. Так у нас не далее, чем 2 августа 2022 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение по делу 64 дефис КГ 22, дефис 3, дефис К9. Так вот, рассматриваемый спор, его суть заключалось в следующем, что семья одна приватизировала квартиру, потом эти приватизированные доли передавались по наследству и соответственно с каждым вот этим этапом передачи собственности они уменьшались. В результате чего у граждан получились совершенно незначительные доли, которые ну фактически невозможно было использовать в своем обороте да то есть ну представить себе что кто-то может использовать три квадратные метра жилья в квартире достаточно сложно может быть чемодан там разместить соответственно ну чемодан будет стоять кровать на двух метрах или трех разместить уже сложно тем более выделить эти два или три метра в отдельное пользование да то есть это будет совершенно понятно что часть какой-то комнаты у нас раньше сдавали углы и вот такая схема как бы она будет на мой взгляд ограничивать права собственника основной доли так вот у нас есть статья в гражданском кодексе которая говорит о принудительном выкупе незначительной доли честно говоря критерии выкупа такой доли достаточно расплывчатый и в основном они формировались за счет судебной практики так вот если говорить о судебной практике у нас кто как хочет так ее и применяет соответственно что получалось что собственники основной как бы доли с больше пытаются выкупить микродолю эту незначительно им отказывают вот ровно такое же дело прошло все инстанции и достигла верховного суда и верховный суд как раз сказал что невозможно иметь цели использования такой маленькой доли и фактически он сказал что собственник основной доли большей может выкупать эти доли микро соответственно компенсировать рыночную стоимость собственнику выкупаемой доли и собственник уже проданной доли за счет полученных денежных средств должен решать свои проблемы с жильем самостоятельно честно говоря мы имеем практику по этому вопросу и прекрасно понимаем чего людям пришлось пережить пока они проходили все инстанции тем более что такие категории споров чаще всего встречается между родственниками поэтому такие дела идут с особым шиком и особым эмоциональным накалом вот но несмотря на это мы достаточно удачно такие вопросы решали и продолжаем решать более того на эту тему мы дали свой комментарий для адвокатской газеты статья вышла 31 августа и называется в с принял пояснил нюансы раздела жилья находящегося в долевой собственности на самом деле речь идет именно о выкупе незначительной доли и вот эта практика вокруг двести пятьдесят второй статьи гражданского кодекса она в общем приходит к тому на мой взгляд что собственники незначительных долей в общем то будут расставаться со своей собственностью не по своей воле да то есть по решение суда часто такие дела не связано с тем что за свою маленькую долю собственники хотят но совершенно дворец на рублевке там и так далее то есть их требования не они адекватно так скажем они не соответствуют ситуации когда человек просит за 6 квадратных метров однокомнатную или двухкомнатную квартиру но согласитесь что проще продать все остальное добавить стоимость двухкомнатной квартиры к полученным с продажи денежным средствам и и забыть про этого собственника но выдвигая такие требования у нас собственники малых долей явно злоупотребляют своими правами соответственно здесь уже можно говорить о статье 10 гражданского кодекса которая говорит что случае злоупотребление своим правом лицо может быть лишено правовой защиты и это последствия злоупотребления своим правом вот помимо всего прочего у нас с 1 сентября законодатели запретили оборот объектов недвижимости меньше 6 квадратных метров то есть такой микро долей фактически нельзя распоряжаться и этим они но поставили в тупик владельцы таких микро долей когда они просто продать на сторону не могут основной целью такого запрета на мой взгляд было то что идет злоупотребление правами да то есть когда два сособственника поссорились один сособственных берет и продает свои микро доли очень многим собственником и дробит свою долю на более мелкие продает разным собственником соответственно кто-то покупает ради регистрации кто-то там с какой-то другой целью кто-то может купить в надежде выселить путем скандалов всех остальных сособственников соответственно судебную систему эти споры явно подутомили и они пытаются пресечь таким образом вместе с тем не стоит забывать что недавно в москве зарегистрированный рекорд когда одна из квартир составила 7 квадратных метров то есть микро жилье у нас она есть и выводить его из хозяйственного оборота наверное рановато и она стоит сначала увеличить уровень жизни чтобы люди не вынуждены были покупать жилье по 7 квадратных метров а потом уже запрещать их оборот ссылка на публикацию доказательской газете будет приведена в описании к данному видео а на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо